Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Христос Воскресе! Дорогие братья и сестры, сегодня суббота, 21 мая. В этот день Святая Церковь предлагает для нашего назидания отрывок Евангелия от Иоанна, 17 стиха главы 15 по 2 стих главы 16. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Отца Александра. Речи Господь своим учеником, сия заповедую вам, да любите друг друга, аще мир вас ненавидят, ведите, як у меня прежде вас возненавиде, аще от мира высти были, мир оба своей любил бы, як уже от мира нести, но аз избрах вы от мира, сего ради ненавидят вас мир. Поминайте слово, ежи азерех вам, не с раба боли Господу своего, аще мене изгнаша и вас изженут, аще слово мое соблюдоша и ваше соблюдут. Но сия вся творят вам за имя мое, як и не ведет пославши гомя, аще небы пришел и глагол им греха небыше имели, ныне же вины не ему то гресе своем, ненавиди мне и отца моего ненавидит, аще дел небы сотворил в них, их же и на них тоже сотвори, греха небыше имели, ныне же и видиша и возненавидяше мене и отца моего. Но да сбудется слово, писанное в законе их, як и возненавидяше мене туне, икда же принят утешитель, его же аз послю вам от отца, дух истины и же от отца исходит, той свидетельствует о мне, и вы же свидетельствуете, як и искони со мною исте. Сиян на голову вам, да не соблазнитесья, о, в солнече жди луквы, но прийдет час, да всяк и журриетвы, возмнится, службу приносите Богу. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. Сие заповедую вам, да любите друг друга. Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слова, которые я сказал вам, «Раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваши. Но все то сделают вам за имя мое, потому что не знают пославшего меня. Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения во грехе своем. Ненавидящий меня ненавидит и отца моего. Если бы я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха. А теперь и видели, и возненавидели и меня, и отца моего. Но дозбудется слово, написанное в законе их, возненавидели меня напрасно. «Когда же приидет утешитель, которого я пошлю вам от отца, дух истины, который от отца исходит, он будет свидетельствовать о мне, а также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мною. Сие сказал я вам, чтобы вы не соблазнились. Изгонят вас из синагог. Даже наступит время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу». Выразив со всей полнотой свою любовь к апостолам, которая сказалась в том, что он их избрал для великого служения, Господь заповедует им, «Да любите друг друга». Любовь к ближним – это закон Бога, обязательный для всех вступающих в Царство Божие. Об этом законе Спаситель уже не раз говорил своим ученикам. Теперь же Христос еще раз напоминает своим последователям об этой заповеди, чтобы они не подверглись унынию, услышав о предстоящих гонениях и страданиях. Господь утешает их прежде всего тем, что в этом случае апостолы будут испытывать со стороны мира ненависть, с какой мир еще раньше относился к самому Христу. Епископ Михаил Лузин пишет, «Утешением и укреплением при всем последователям Христовым должна быть мысль, что эта ненависть и вражда мира направлена, собственно, против Христа и Отца Его Небесного. И, следовательно, если они будут страдать от этой вражды и ненависти, то это будет страдание за Христа и Бога, и за эти страдания будет великая награда, враждующим же наказание». Господь предупреждает учеников, «Раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваши». Этими словами Спаситель призывает апостолов не падать духом, если их будут преследовать и отвергать учения, которые они несут. Что делали по отношению ко Христу, тоже будут делать и по отношению к ученикам. Указывая причину ненависти мира к проповедникам Евангелия, призывающему людей к вере во Христа, Спаситель говорит, «Но все то сделают вам за имя мое, потому что не знают пославшего меня». Александр Павлович Лопухин замечает, «Самое это неведение является несомненным грехом после того, как Христос учил иудеев и совершал перед их глазами свои великие дела или чудеса. Если они не воспользовались этими средствами к приобретению истинного познания о пославшем Христа Боге, то ясно, что они питают в своем сердце ненависть не только ко Христу, но и к Богу». В этом неверии и в этой ненависти к Нему со стороны мира Господь указывает на исполнение ветхозаветного пророчества. «Ненавидящих меня без вины больше, нежели волос на голове моей. Враги мои, преследующие меня, несправедливо усилились. Чего я не отнимал, то должен отдать». Здесь Давид изображает обрушившиеся на Него гонения со стороны врагов, но Господь усматривает в Давиде свой прообраз, а в отношении врагов к Давиду указание отношения мира к истинному царю Израилеву, потомку Давида по плоти. Желая укрепить учеников в предстоящих скорбях, Господь предрекает, что Дух истины будет свидетельствовать о Нем. Как исходящий от Отца, Он знает все в точности, ибо Он от того, от кого всякое познание. Апостолы же будут свидетельствовать о Христе, как видевшие Его славу и первыми воспринявшие Его благодать и истину. Слова Христа, дорогие братья и сестры, посвящены всем, кто следует за Ним и Его учениками. Мир остается миром, и в Нем всегда есть люди, которые противятся Слову Спасителя. А потому Христос не обещает своим последователям благополучия и удобств в земной жизни. Но если мы разделяем со Спасителем Его участь, Он призывает нас быть наследниками вечного, блаженного Царства Небесного, двери Которого открываются для нас. Помогай нам в этом, воскресший Господь! Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи! Субтитры создавал DimaTorzok